Сам светильник, он же Ханукия, состоит из восьми свечек и является главным символом праздника Ханука, который евреи отмечают в память о победе над греческими идолопоклонниками в III веке до н.э. Тогда же, отвоевав религиозную независимость, еврейские священнослужители вернулись в храм, однако не обнаружили необходимое для возобновления службы неоскверненное оливковое масло, кроме мизерной порции, которой должно было хватить максимум на один день. Однако, произошло чудо, и масло горело восемь дней. За этот срок сумели приготовить новое масло, и служба в храме не была нарушена. В память о чуде и был установлен праздник. Количество дней и определило число свечей в светильнике. Сегодня зажгли первую из них. Мы сегодня празднуем этот праздник. В первую очередь мы показываем себя, и наши дети, и все вокруг нас. Нету тьма, которая мешает, которая может мешать нам жить. В каждой из нас есть маленькая свеча, которая может победить в любое время. Надо понять и осознать, это урок для нас и урок для всех народов. Любое темно можно отогнать с помощью маленькой свечки. Это первый урок, который этот праздник нам дает. Второй урок важнейший. То, что ты сделал сегодня хорошую вещь, это хорошо для сегодня. Мы сегодня зажигаем одна свеча. Завтра мы уже зажигаем два, потому что сегодняшняя хорошая работа, завтра она уже недостаточна. Через день-два тоже будет плохо, надо будет зажигать три. Это урок тоже для каждого ребенка в школе, для каждого мама на кухне, или папа на работу, или наоборот, папа на кухне и мама на работу. Я думаю, что еврейскому народу есть много чего рассказать, как преодолевать трудности. Но одно я знаю точно, что легче преодолевать, когда мы все вместе. Я искренне поздравляю вас с праздником. Баруха Та Донай, Елухейну Мелеха Олам, Шехе Яну, Векиману, Веги Яну, Лазмана, Азе. Аминь. Ханукальный светильник пробудет на Приморском бульваре вплоть до завершения праздника 20 декабря. Александр Ветьман, Наталья Довбыш, телеканал Репортер.